Если выразить суть этических отношений медика с онкологическими больными в двух словах, то это будет звучать следующим образом. Максимум добра и минимум зла. В последнее время в связи с активным развитием в мире медицины различных направлений остро встает вопрос единых этичных, а точнее биоэтических норм и принципов. Именно по этой причине роль биоэтики в онкологии в последнее время стремительно растет. Биоэтика в онкологии, несомненно, опирается на такие принципы, как автономия, непричинение вреда, благодеяние, право пациента на обезболивание и качество жизни, социальная справедливость. Этические стандарты поведения врача-онколога, а также среднего медицинского и младшего медицинского персонала отражается в деентологии именно важное значение в онкологии. За последние 50 лет в деентологии произошли существенные перемены, связанные с развитием Демократического института общения, а также ростом уровня его информационной культуры и информационных возможностей. В конце 50-х годов прошлого века ведущими специалистами-онкологами Николаем Николаевичем Петровым, Николаем Николаевичем Блохиных культивировалась так называемая идея гуманной лжи или идея замалчивания от пациента реального диагноза состояния. Вот что писал академик Блохин в своей книге «Деентология в онкологии». «Обязательное сообщение больному всех правд о его болезни совсем неправильно, так же, как и необязательное сообщение неправды». В этой же книге он отделяет очень много внимания такому злу, по его мнению, как обращение многих онкологических больных к альтернативным методам лечения. Это знахари, целители и какие-либо другие личности. Из-за чего упускается драгоценное время и шансы на успешное выздоровление онкологического больного. Сегодня уже принята ошибочность этой концепции, поскольку в связи с развитием нейропсихологии, психотерапии рака, психо-онкологическо-научно доказано, что любой пациент вне зависимости от типа его характера в процессе лечения своего недуга должен принимать в этом самое активное участие. Именно от того, насколько глубоко он осознает серьезность своего заболевания и зависит, как он сможет измениться, изменить себя в процессе этого заболевания, зависит чаще всего весь успех дальнейшего излечения. Вопросы врачебной диэнтологии занимают особое место в онкологической практике. Это связано тем, что при онкологических заболеваниях выздоровление больного всецело зависит прежде всего от компетенции врача. Страх населения перед злокачественными новообразованиями настолько велик, что иногда им кажется, что любое лечение бесполезно и неактуально. Актуальность диэнтологических вопросов в онкологии, безусловно, зависит от того, что в большинстве случаев даже при начальных стадиях заболевания врач не всегда будет уверен, как пройдет лечение, будет ли полное излечение от того или иного заболевания. По мнению Николая Александровича Семашко, врачебная этика включает в себя три группы вопросов. Во-первых, отношение врача к больному. Во-вторых, отношение врача к коллективу. И в-третьих, это отношение врачей между собой. Затем эти мнения все-таки в процессе того, как развивалась этика, диэнтология были дополнены. И такие вопросы, как диэнтологические отношения родственников и пациентов, вышли тоже на первый план. Потому что от того, насколько мы правильно будем преподносить то или иное мнение о нашем пациенте, и готовить к родственникам и правильно их настраивать, зависит весь успех нашего мероприятия. В основе успешного решения данной проблемы ведущую роль принадлежит врачу-онкологу, его личности, профессиональной осведомленности. В онкологической клинике находятся в основном больные с очень тяжелым недугом. Работа с ними должна в должном мнении зависеть от диагностики и лечения. Онколог не вправе забывать гуманную сущность самой профессии врача. Слово «врача» пользуется у больного авторитетом, именно имеющее очень большое значение. В то же время высказывается в присущности пациента, что он не всегда уверен, будет ли лечащий врач ему преподносить полную информацию. Задача врача – установить с пациентом психологически, подготовить его к предстоящему лечению, внушить веру в то, что заболевание обязательно будет подавлено. Умение добиться нужного контакта с больным требует определенного опыта, но часто зависит и от личностных качеств врача. Онкологические больные испытывают сильный эмоциональный стресс, связанный с подозрением, что у него все-таки возможно будет злокачественное новое образование, необходимостью длительного обследования, пребывания в стационаре, оперативного вмешательства и ожидания результатов гистологических исследований, также боязнь того, что все-таки будет произведена лучевая терапия и химиотерапия. Эмоциональный стресс является толчком для запуска цепи нейроэндокрологических реакций, приводящих к изменениям психомоторики и расстройству психомоторики пациента. Задача врача и медсестры состоит в том, чтобы при общении с пациентом уменьшить или полностью недореализовать стрессовую ситуацию. Это имеет положительное значение для общего состояния больного, течения заболевания, последующей трудовой и социальной реабилитации. Основное значение имеет правильный психологический подход к больному. Это своего рода психотерапия уже на первом этапе контакта врача и пациента. Изменение психи и пациента происходит следующим образом. Когда вначале пациент получает информацию о своем заболевании, для него это шок. Затем приходит стадия отрицания. Он вытесняет эту информацию, он не хочет в это вредить. Далее идет стадия агрессии. Поиск причины болезни. Затем наступает депрессия. Это неверение в то, что лечение будет качественно, что оно будет произведено, что ему будет оказана нормальная квалифицированная помощь как медиков, так и окружающих его людей. Стадия попытки сговора с судьбой. Это обращение к нейтрадиционным методам лечения, это религия, диеты, голодание, гимнастика, на что мы, медики, должны уделять очень большое внимание, а особенно медицинские сестры, потому что мы работаем на периферии, мы работаем с пациентом напрямую. Мы должны давать ему очень полноценную информацию о том, что эту стадию как можно все-таки свести на нет. Затем мы должны его подвести к самой последней стадии, это стадия принятия его болезни. Это переосмыслить жизнь, чтобы у него возникли новые ценности. Я хочу уделить большое внимание палеотивной медицине. Современная палеотивная медицина – это составляющая часть системы здравоохранения и неотъемлемые элементы права гражданина на охрану здоровья. Определение палеотивной медицины дало Всемирная организация здравоохранения в 2002 году, вполне полно отражающей сущность и функцию данного вида помощи в структуре здравоохранения, а также распространяет понятия на пациента с любыми инкурабельными хроническими заболеваниями на терминальной стадии. Палеотивная медицина – хочу сказать, что инкурабельные больные – это больные, которые считаются обреченные. Те больные, с которыми чаще всего мы сталкиваемся в нашей профессии, именно в онкологии. Палеотивная помощь – это подход, направление медико-социальной деятельности, позволяющий улучшить качество жизни пациента и членов его семьи, столкнувшиеся с проблемой смертельного заболевания. Путь предоставления и облегчения страданий благодаря раннему выявлению и точной оценке возникших проблем и проведения адекватного лишения, вмешательства, если болевой синдром или же какие-то другие расстройства жизнедеятельности человека, а также оказание психологической и моральной поддержки. Сестринский персонал всегда в этой ситуации выходит на первый план. Он, несомненно, играет ключевую роль в организации палеотивной помощи. Медицинская сестра имеет большие возможности наладить психологический контакт с пациентом, что приведет к адекватному и правильной организации труда и ухода за пациентом. Основные задачи медицинской сестры при оказании помощи инкурабельному больному является динамический контроль болевого синдрома. Общий уход за пациентом и донесение тех методов этого ухода до пациентов, научение его, как выступал предыдущий докладчик, что обязательно организовать те вещи, которые мы должны пациенту научить, как правильно себя вести после лучевой терапии, после химиотерапии, после операции. Контроль над симптомами. Потому что больные часто к нам поступают в любой стадии этого заболевания. У них может быть и анорексия, и кахексия, и тошнота, рвота, головокружение. Это часто пугает больных, пугает родственников. Мы должны помочь, объяснить, научить и пациента, и тех людей, которые его окружают, как правильно поступать в той или иной ситуации. Профилактика осложнений, связанных с гиподинамией. Вы прекрасно знаете, что больные, которые поступают на различные стадии онкологического заболевания, у них в той или иной стадии наблюдается гиподинамия. И мы, медсестры, именно должны объяснить и рассказать, как правильно ему с этим можно будет бороться. Психологическая поддержка пациентов и членов его семьи. Пациенты поступают разные. Они иногда винят не только родственников, они винят и агрессивно настроены на медиков. Ни в коем случае сестра не должна показывать, что она негативно настроена к тому или иному пациенту. Они ни в коем случае не должны показывать, что ей что-то неприятно, или ей не нравится этот пациент. Это должно просто уходить на нет, пациент не должен видеть нашего к нему отношения. Обучение пациентов и членов семьи методом самой и взаимопомощи. Очень часто не только сам пациент, но и родственники приходят в шок от того диагноза, который поставлен. На подготовку с такими больными уходят иногда часы. И мы обязательно должны это временем обладать, в каждом пациенте видеть личность. И это прописано и в Этическом кодексе медицинских сестер, это прописанное в Конституции, что мы не имеем права каким-либо образом показывать свое негативное к нему отношение. Выделяются основные вопросы медицинской этики и эндорогии при осуществлении палеоактивной помощи, которую должна знать и принять для себя каждая медицинская сестра. Не включая это уважение, прежде всего уважение жизни пациента. Также мы должны понимать, что пациенты обречены. И принятие того, что смерть неизбежна, мы тоже должны его к этому настроить и должны это принимать. Рациональное использование возможных ресурсов, те, которые на этот момент в больном присутствуют. Доброе отношение. Доброе отношение, оно обязательно должно быть. Вот я, например, столкнулась с тем, что когда пришла на свое отделение, я работаю в онкологии еще недавно, и первое, что меня поразило, когда я пришла, сёстры не улыбались. Они были грустные, они были подавленные. Понимаете, больные приходят, они переступили порог такого отделения, что им уже страшно, они уже не понимают, что с ними будет дальше. И когда они видят вот это неулыбающее совершенно лицо, им некомфортно, это первое. А затем они понимают, что они попали куда-то, где совсем будет все плохо. Сейчас я могу сказать, что все-таки у меня все сёстры улыбаются, все сёстры несут позитив, абсолютно. Все женщины к нам, которые или мужчины приходят, они улыбаются, они смотрят на нас, потому что сестра его встречает, она встречает его на пороге химиотерапии, на пороге лучевой терапии или даже процедурного кабинета. Она должна нести ему очень хороший, позитивный настрой на дальнейшее лечение. Кроме того, сестринский профессионал должен иметь навыки психотерапевтического общения. В рамках своей компетенции с пациентом и его родственниками для предупреждения и своевременем выявления психотерапевтических проблем, таких как ощущение собственной беспомощности и обозы для окружающих, что очень часто мы видим в онкологических больных. Чувство вины. Он чувствует, что он виноват, что он заболел, что на него идут какие-то финансовые затраты, на него идут различные эмоциональные затраты, потому что я, например, сталкивалась, когда муж привез свою жену на химиотерапию и был очень возмущен тем, что ее сразу не могут принять, потому что ему надо куда-то ехать. Сестра поступила очень грамотно. Она предложила и чай, и кофе. Она увела женщину с собой. То есть мужчина мог заниматься своими делами. Мы полностью гружили заботы пациентку, и конфликт был стерт на нет между даже самими родственниками. Чувство горечи из-за несовершенных дел и невыполненных обязанностей. Страх боли. Мы должны обязательно объяснять пациенту, что любая боль у него уйдет. Мы обязательно ее снимем. Они должны понимать, что когда они переступили порог нашего отделения, что они отсюда уйдут с облегчением, что им будет хорошо и комфортно. Затем очень часто сталкиваемся с тем, что у больных возникает страх наркологической зависимости при применении наркотических средств для обезболивания. Страх перед исследованиями. Поэтому медицинская сестра всегда очень четко должна объяснить, с какими этапами исследования пациент столкнется, чтобы он был полностью предупрежден о том, что и как будет с ним происходить. Для этого обязательно надо немножко сказать о том, что у нас есть информированное согласие, его у нас никто не отменял, его только дополняют, и оно должно быть тщательно прописано для каждой процедуры, информированное согласие, которое подписывает пациент в конце, вернее, перед началом своего исследования. Беспокойство по поводу будущего своих родственников. Это тоже часто мы сталкиваемся с пациентом, особенно если это молодой человек или же чаще женщина. Они, как правило, беспокоятся о своих детях. Гнев, обращенный на родственников и медицинских работников. Это тоже есть. И здесь медсестра обязательно должна уметь с этим справляться, объяснять и пациенту, и его родственникам. Ни в коем случае нельзя разводить этот конфликт, его надо сводить на нет. И в обязательном порядке научать и родственников, и пациента, как себя вести в этом состоянии. Неспособность принятия решения. Это тоже такое существует. Поэтому прежде чем пациент какое-либо решение примет, с ним обязательно надо все проговорить, все объяснить, выяснить, что и как, почему у него возникают те или иные проблемы и попытаться их решить сразу на месте. Желание изолировать себя от общества. С этим мы тоже часто сталкиваемся, потому что пациенты считают себя уже обреченным, они не верят чаще всего на выздоровление. И желание изолировать себя от общества, уйти куда-то, как в ракушку спрятаться, это мы тоже наблюдаем у онкологических больных. Внутреннее беспокойство. Внутреннее беспокойство тоже присутствует, и мы часто с этим сталкиваемся. И тоже медсестра должна выходить на первый план, успокоить больного, окружить его заботой. Для этого постоянно медсестра должна очень четко знать, какая манипуляция будет, с какими симптомами она может столкнуться в той или иной манипуляции, и предугадать, что может быть у того или иного пациента. Можно видеть следующие принципы общения с онкологическими больными. Будьте всегда готовы, прежде всего, оказать любую помощь на любом этапе лечения. Набраться терпения. Обязательно набраться терпения. Мы никогда не должны показывать пациенту, что нам некомфортно, что у нас нет времени на него, что мы не можем с ним общаться, или же еще какие-либо проблемы. Этих проблем не существует. Дать возможность выговориться. Пациенты беспокоятся, волнуются, они в отчаянии, не знают, что ему дальше будет. Поэтому выговориться надо дать, больного надо выслушать. И больному постараться объяснить, что возможность на выздоровление есть. И это не приговор. Произнести несколько утешительных слов. От нас, как говорится, не убудет, а пациенту будет от этого только легче. Спокойно относись к его гневу. Избежать неумеренного оптимизма. Очень часто бывает, что сталкивается с тем, что медсестра настраивает больного на то, что вы чуть ли не завтра себя начнете лучше чувствовать, вы придете, у вас все будет замечательно, хорошо, а этого нет. Поэтому этот оптимизм надо просто убирать, а больного настраивать на том этапе, на котором мы его получаем. Сообщая больному диагноз, необходимо помнить о следующем. Начиная разговор о диагнозе, необходимо иметь в запасе достаточно длительное время, может быть, даже несколько часов на общение с больным. Диагноз, как правило, сообщает врач. Но это может быть какой-либо другой человек, доверенное лицо. Больной должен быть расположен к тому, чтобы услышать правду о диагнозе. Поэтому для этого, к этому процессу надо подвести. Почему мы обязательно должны уделять ему несколько часов, мы постепенно подводим к тому, что он должен услышать. Диагноз сообщается после достаточного продолжительного разговора о произведении исследований и имеющихся изменений в организме. Надо стараться избежать медицинских терминов, которые пациент или же не понимает, или же они просто будут им неправильно истолкованы. Потому что на это мы можем получить негативную реакцию. И любые наши другие переубеждения потом на пациента будут совершенно по-другому влиять. Надо быть готовым к проявлению различных, иногда самых сильных эмоциональных реакций. Медицинская сестра должна обучить родственников пациента методом ухода при выписке с цессонара для облегчения качества жизни после совершения тех или иных процедур. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Медицинская сестра, осуществляющая палеотивную помощь, должна иметь не только полное профессиональное образование, но и разработанную модель сестринской помощи, включающую основные аспекты психотерапевтической помощи. Это облегчает полноценное результативное оказание палеотивной помощи пациенту и моего родственников и позволяет оценить качество оказанной помощи. Разработка дифференцированной программы сестринской палеотивной помощи может стать одним из путей стандартизации в этом направлении. Также заблаговление планировать помощь с учетом состояния пациента, психологического процесса и возможных осложнений. Желание пациента, его родственников по поводу его лечения. Все, благодарю за внимание. Скажите, пожалуйста, а как вы добились того, что у вас персонал стал улыбаться? И в течение какого времени? Ну, вы знаете, это, в принципе, сделано следующим образом. Я постаралась подойти к каждой медсестре, проговорить с ней ее проблемы, почему она так все-таки настроена. И я сделала общее собрание сестер, объяснила им все, что, в принципе, им легче будет работать с пациентами, уйдут многие негативные реакции, и надо просто с ними найти общий комфорт. Ну, у меня даже врачи не сразу все поняли. Они говорят, что у вас сестры улыбаются. Они говорят, а почему мы не должны улыбаться? Нам даже интересно общаться с больными, разговаривать. Они, когда делают какие-либо манипуляции, они спрашивают, если женщина, а куда вы поедете на выходной? Ах, у вас только какие цветы растут, а вот давайте мне луковицы привезите, мы там с вами поменяемся какими-то рассадами. Они ведут какие-то свои разговоры, и больные расслабляются, им становится легче. Ну, это когда работа позволяет. Ну, в принципе, нам работа позволяет, она работает, она работает, вот она работает, например, в химиотерапии, она постоянно разговаривает. Сначала не разговаривала с больными. Сейчас она разговаривает, общается в процедурном кабинете 5-10 минут, когда она должна общаться с пациентом. Все равно нет, это время есть. Она улыбается, разговаривает, и они все от нее выходят довольны. А меры какие-нибудь применяете для того, чтобы наблюдение за своим персоналом по этике и диантологии? Да, конечно. Но прежде всего, конечно же, мы сделали в обязательном порядке, чтобы медсестра была аккуратная, чистенькая, чтобы не было никаких неприятных от нее, извините, запахов, потому что пациенты нас жаловали, что перед этим такое было. Затем у нас все медсестры ходят с очень хорошим макияжем. Это тоже настраивает пациентов на то, что они пришли в какое-то хорошее место, и здесь ничего плохого для них не будет. В обязательном порядке, да, мы в обязательном порядке предлагаем всем кофе, чай. Для нас, как говорится, это нормально. Они когда сидят, у нас стоит телевизор, включаем удобные программы. У нас есть небольшой такой, как бы сделали в холле такой, как оазис, среди цветов, на диванчике. У нас там сидят наши мужчины, они смотрят свои футболы там или еще что-то. Они как-то спокойно настроены на то, что их женщины находятся на процедурах, они расслабляются. Спасибо. Вот еще есть вопросы. Вопросы? Взяли. Прощение, Ваня, я послушала. Где вы работаете? Я работаю в клинико-диагностическом центре на красных тестичеках. Я хочу, чтобы вы работаете. Я хочу, чтобы вы работаете. Дихонечко, я начну. Тщательно. Система при вопросе родственников о заболевании и океанах операции. Почему я это задаю? Потому что когда при этих вопросах, если сестра при информации дает, бывает, что родственники обвиняют сестру, что она неправильно информацию дала, или что-то. Но я по этому сестру, наши сестру, я в этом так говорю, что отвечаю, что все вопросы заболевания и уничтожения, кто-то говорит, правильно ли? Да, это абсолютно правильно. Я выше, когда говорила в лекции, я говорила, что о диагнозе, как правило, должен говорить врач, или же какой-то либо другой человек, который для этого имеет допуск. Поэтому когда я приняла это отделение под свое руководство, своих сестер, я в обязательном порядке подошла к нашим врачам-химиотерапевтам и с ними этот вопрос проговорила. Я спросила, что мы можем говорить пациенту, что они говорят на приеме, насколько пациент посвящен тот или иной диагноз. В основном это все проговаривают у нас врачи. Мы имеем только ту информацию, какая процедура будет совершаться, какие возможные негативные явления не могут быть при ней. Вот только такое мы сообщаем пациенту и стараемся кручить ласка, забота, все. Да, я с вами согласна, такое было. Вы знаете, что я хочу сказать? Дело в том, что я с этим сталкивалась. И ранее, когда я читала лекции медицинским сестрам в училище повышения квалификации, у меня была очень тема, это очень большая, но 15-20 минут ее не впихнешь. Это почти в 2 часа шла лекция. И да, такие вопросы задавались. И очень часто были какие-либо суицидные попытки. И чтобы их избежать, прежде всего, надо не замалчивать диагноз. Почему? У нас очень большая информация идет из интернета. И если бы вы знали, с какой бредятиной, по-другому не сказать, в голове к нам приходят наши пациенты, они уже заранее напуганы на подходе к кабинету. Они к врачу приходят, они уже все знают. То, чего даже им не то, что не надо знать. Почему я сказала? Что надо избегать обязательно каких-либо непонятных терминов. Надо говорить очень понятным и доступным языком для пациента, чтобы его не напугать. И замалчивать диагноз не надо, потому что они все равно узнают. Надо просто очень красиво подвести к тому, что пациент ожидает и что у него на этом этапе есть. Потому что они все равно лежат, общаются. Они идут еще куда-то. Они стараются прочитать об этом все-все-все. Потому что даже если исходить не из онкологии, а из паразитологии, я сталкивалась с тем, что у меня был пациент на кафедре пазертологии, когда он поступил к нам с ужасным истощением, он был совершенно никакой. И когда его просто задал врач один вопрос, а почему вы такой, что с вами случилось? Он прошел какое-то космическое обследование, непонятно в каком медицинском центре, что ему сказали, что у него абсолютно везде паразиты. И черный с красными глазками. Понимаете, что было у пациента? Мы его ели из этого состояния, вывели. Это психологическое состояние пациента. И чтобы мы такого не получили в онкологии, пациенту ни в коем случае нельзя замалчить. Он видит, он видит наши глаза, он понимает, что мы ему лжем. Поэтому я и сказала сразу изначально, что ранее была такая теория замалчивания и лжи. Сейчас надо очень красиво подводить его к правильному и конкретному диагнозу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А скажите, пожалуйста, на вот здесь существуют ли какие-то тренинги, практические тренинги, где с нами кто-то может поработать и не сказать, как мы можем общаться на нашем? Да, в принципе, я эти тренинги проводила. Я проводила эти тренинги. Да, это возможно на учении. У меня были различные и по геронтологии, и по детству. У меня были различные группы, когда я рассказывала, как надо себя правильно вести, мы разрабатывали задачи, мы решали с девочками, как так или иначе поступить. После моих лекций мы открывали хорошие дневные стационары по реабилитации различных пациентов, особенно это было по геронтологии, потому что стариками, как правило, не хочет возиться никто. И меньше всего родственники, потому что не потому, что они плохие, потому что они, как правило, все заняты, а они брошены. Мы открывали дневные стационары, и там мы разрабатывали полностью правильную теорию, как надо открыть, как надо ухаживать за больным, где что, какие выключатели, как что подсветить, где какие коврики. Все это делалось. Все это делалось. Все это делалось. Спасибо.